Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я хочу поделиться с вами одним из способов, как можно сделать дома гантели или, например, штангу. Способ, который я проверил на себе. И вам понадобится для этого всего лишь 5 минут и 2 бутыля. 2 бутыля по 19 литров. Как из них сделать гантели и штанги, я покажу. Это очень просто. Это просто из подручных средств. На коленках вы можете скрутить такие все штанги. И это будут не какие-то там детские или там для девочек гантелики, да, для фитнеса. Это будут нормальные такие суровые мужские гантели, с которыми вы можете реально качаться очень долго. В перспективе вы, в принципе, можете... Я покажу вам способ, как вы можете качаться в ближайшие, например, полгода даже. Если каротин продлится вдруг слишком долго, да, или вдруг неважно, какая у вас там ситуация жизненная. С такими гантелями можно тренироваться и полгода, и год, ребятам, хватит надолго этой нагрузки. Это будет вес примерно штанга, около 100 килограмм вы можете сделать, если захотите. И гантели могут быть по 20 килограмм. Или же, например, если надо, вы их усиливаете практически в два раза. И я расскажу, как это сделать. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Друзья, надеюсь, что у меня на канале есть тоже такие же фанаты и качалки, как и я, которые ходят в тренажерный зал просто ради своего удовольствия, а не для каких-то коротких целей. То есть вы просто живете этим, вам это нравится. Я надеюсь, что вы именно такими и есть людьми. Я, например, такой. Я просто без этого жить не могу. Я занимаюсь этим очень уже долго, с разными успехами. То это было, то постоянно занимаюсь, то бывало не занимался год, допустим. Но травмы были, но неважно. Постепенно. В принципе, это заняло большую часть моей жизни, да, и я уже очень долго тренируюсь. Мне это очень нравится. Смотрите, чтобы на карантине себя поддерживать в форме, я сейчас всего лишь делаю три главных упражнения. Всего лишь три. И я не просто поддерживаю форму, я еще спрогрессировал за эти два месяца. Я реально смог добавить везде. И это очень хорошие, интересные выводы, которые я сделал в процессе этого карантина. Об этом я, наверное, сниму видео. Возможно, постараюсь поделиться с вами своими выводами, да, которые я вынес из карантина. Это три упражнения, которые я делаю. Первое – это отжимания на брусьях, которые работают и на грудные, и на спину, и на почти на вес вверх тела. Это очень базовое, очень эффективное тяжелое упражнение. Я использую тяжелители в виде резинки, у меня на канале уже есть видео, как я это делаю. Второе – это подтягивания на турнике всевозможными хватами разной ширины, экспериментируйте. И третье – это приседания с весом. Я приседаю со своей женой на руках, да, просто беру ее на руки и с ней приседаю. Там, допустим, 20 раз, 25 раз. То есть, да, приходится много приседать, но я, если вы смотрите мой канал, вы знаете, что я всегда приседаю на 20 раз, на 15-20 раз. На мне это очень хорошо работает, на моих ногах. То есть, всего три упражнения – подтягивания, отжимания на брусьях и приседания с весом. Всего лишь три упражнения, они помогут вам прогрессировать. И больше ничего не нужно. Но, так как я просто люблю это дело, да, я люблю иногда делать какое-то разнообразие, мне просто захотелось сделать разнообразие и сделать какие-то утяжелители дома, да. У меня дома нет ни гантелей, ни штанг. У меня дома, кроме резины и еще там нескольких эспандеров, ничего нет. Нет у нее одной гантели вообще дома. Есть у жены там по, не знаю, по три килограмма гантельки, но я считаю, что их нет для меня. То есть, их можно разве что использовать для отработки ударов боксерских. Так вот, что я решил? Я решил просто сделать, и, возможно, вам это будет интересно, с подручных средств гантели. Я заказываю воду, постоянно заказываю воду, и мне привозят бутыли по 18,9 литра. Я предлагаю сразу сократить, пусть будет 19 литров, да. 19 литров это, ну, примерно 19 килограмм. То есть, если вы, и эти бутыли бывают с ручками. Я подумал, что это же гантовые гантели, с ними можно делать все что угодно. И, к слову, эти бутыли бывают разных размеров. Вы можете использовать и поменьше литраж, делать себе гантели какие-то меньше, да, если вам нужно. Да, это не те гантели, которые вы в зале используете, и с ними нельзя делать, например, жим лежа. Я дальше расскажу, почему. Но многие упражнения можно с ними делать. И смотрите, ребята, просто если вы возьмете воду, то это будут гантели по 20 почти килограмм, да, то есть 19 килограмм. Если вы захотите эту гантель сделать еще мощнее, вы можете засыпать ее песком. Я просто предлагаю быть вам креативными, да. И, возможно, если вы живете в частном доме, вы вообще можете сделать такие гантели себе на постоянке. Они у вас будут дома там в частном дворе лежать, они вечные будут, серьезно. И очень легко, подручно можно регулировать этот вес. Конечно, вода внутри болтается, и это чуть-чуть смещает нагрузку, но, в принципе, это делает еще лучше. Вам приходится стабилизировать вес, тем самым выключаете стабилизирующие мышцы, которые обычно не включаются. То есть эти мышцы обычно работают, когда вы делаете жим гантели лежа. Тогда вы тоже стабилизируете плечо, потому что две руки, да, не соединены между собой, например, грифом, да. Вам приходится стабилизировать руки, и это усиливает плечи, это делает ваши плечи еще крепче. Но чуть-чуть уменьшает вес рабочий, с которым вы можете работать. Поэтому жим лежа всегда больше, чем жим гантели. Теперь смотрите, друзья, вы можете наполнить эти бутыли песком. Я высчитал, что получится примерно 27 килограмм вес такого бутыля. Это если вы просто насыпаете песком. В этом видео я покажу формулу, по которой можно высчитать. С помощью плотности песка примерно можно посчитать. То есть вы идете, заказываете даже онлайн, вы заказываете, допустим, в строительном магазине песок. Он стоит обычно очень дешево, на уровне одного доллара вообще. Вы заказываете этот мешок или два мешка, сколько вам нужно, наполняете эти бутыли и занимаетесь, пожалуйста, в свое удовольствие. Вот вам уже две гантели, каждая по 27 килограмм веса. Если вам надо больше, вы добавьте туда воду, просто в воду налейте песок. Намочите песок, и он будет мокрый. Я не знаю, как это поведет себя со временем, да, чтобы там ничего не появилось. Но не начал там какой-то развиваться там плесень и так далее. Но как вариант. И тогда гантели станут еще тяжелее, гораздо тяжелее. Если вы хотите пойти еще дальше, то я высчитал для вас примерно, если вы, допустим, наполните этой бутыли, наполните бетоном. То есть вы просто разведете, например, песок, да, ну как настройки обычно строители делают. Загуглите, как делается бетон. Вы покупаете, допустим, цементом, да, или какой-то раствор, или клеящую смесь. Но они обычно просто подороже, да, цемент будет дешевле всего. Цемент разводите, например, щебнем, или же с мелким щебнем, или же с песком, или и щебень и песок одновременно. Все, мелкий щебень, допустим. Можете развести просто цемент и песок и залить в эту канистру этот раствор. То есть внутри она затвердеет, это будет бетонная монолитная гантель у вас, которая будет примерно весить, я высчитал, примерно 47 килограмм, друзья. 47 килограмм, потому что 2,5 тонны весит примерно 1 куб, 1 кубический метр бетона. 2,5 тонны примерно, в зависимости от разных марок, по-разному весит этот бетон. Тем самым примерно будет ваша канистра объемом 0,019 метра квадратных. Это легко высчитать, это уже по формуле. То есть вы примерно можете посчитать, получится где-то 47 килограмм каждой бутыль. То есть я просто теоретически вам посчитал, сколько будет вес. Я сам не делал такие гантели. Но если бы вдруг, допустим, мне пришлось сидеть очень долго дома, я бы наполнил их песком, да, и получил бы очень тяжелые довольно гантели, с которыми можно, например, делать, да, вот упражнения, которые я вам покажу в этом видео в конце, как я тренируюсь, допустим, да, как я решил разнообразить свои тренировки. Теперь, друзья, проявите немножко фантазии, просто соедините эти две гантели, какими, две гантели такие с бутылей, соедините их какой-нибудь палкой, только достаточно прочно, чтобы она просто не сломалась, да. И вот вам готовая штанга, которой можно уже заниматься дома. Допустим, как я сделал вариант дома, я просто сделал два бутыля по бокам от... Просто я просунул просто туда палку и все, закрепил ее сверху резиной. Мне заняло 5 минут это все. Просто у меня было после ремонта эта палка, там, после чего-то осталось. Просто вот этот брус, да. И этот брус использовал, резинками закрепил и использовал еще резину для утяжеления веса. То есть, примерно 40 килограмм было просто сама штанга. Это, конечно же, немного, да. И резина у меня была еще где-то 20-30 килограмм, в среднем добавляю. То есть, 30 килограмм на финальной точке вверху вес. То есть, примерно штанга 70 килограмм. Друзья, это тоже немного, да. Конечно, я знаю, многие из вас там уже жмут штанги 100 килограмм или больше 100 килограмм. Вам может показаться, что это немного. Но если вы просто сделаете эту тренировку немного более интенсивной, допустим, меньше отдыха созидите между подходами, или же просто начнете делать на 15-20 повторений, то поддержать форму и, возможно, даже добавить еще вы реально сможете. Если вы начнете импровизировать и добавлять туда песок, например, то вы сделаете себе штангу под 100 килограмм, друзья. Если по 47 килограмм каждый бутыль, то это уже, посчитайте, сколько это будет, это 100 килограмм штанги. И такой штангой вы уже можете нормально заниматься, друзья, ближайшие полгода, а то и год. Поэтому импровизируйте. Вы можете найти разные, например, бутыли, да, разных объемов и сделать под себя там несколько вариантов. Конечно, у квартиры это все заниматься немного неудобно, да. Если, особенно, как у меня там маленькие дети, мне вообще это все неудобно этим заниматься. Мне просто было интересно, заморочился там. Заняло это 5 минут. Я все это, у меня все равно я заказываю воду. Поэтому я взял, потренировался и сделал себе отличную тренировку, ребята. Я уже записываю это видео через 2 дня после этой тренировки. Отличное ощущение. Просто в ногах, во всем теле, руки, грудные. Отличная получилась тренировка. Мне просто психологически, мне было какое-то разнообразие. И захотелось, вот просто захотелось пожать мне что-то похожее на штангу. Я не знаю, поймете вы меня или нет. То есть, в принципе, вы можете отжиматься просто от пола, да, там что-то на спину, нагрузку или же использовать резину, отжиматься пола. Это, в принципе, будет достаточно, да. Ну, вот просто захотелось пожать, допустим, вам, да. Тогда я вам предлагаю такое решение, которое вы можете воспользоваться. Друзья, смотрите, я вам не рекомендую делать жим гантелей лежа, да, с помощью вот таких бутылей. Потому что центр тяжести смещен слишком сильно в сторону. Это не тогда, когда у вас рука посередине, да, центр тяжести, а когда вы гантель держите. Из-за этого идет чрезмерная ломающая нагрузка на ваши кисти рук. То есть, вы можете растянуть руку. Друзья, на этом все. Если вам интересно посмотреть на мою тренировку, посмотрите дальше на мою эту тренировку, которую я сделал, провел дома. И я надеюсь, видео было полезным. Если вы хотите что-то подобное сделать, пожалуйста, попробуйте, экспериментируйте. Будьте креативными. Если вы хотите тренироваться, вы всегда найдете пути, как это сделать. Что я вам и советую. Поэтому берегите себя, будьте здоровы, ребята. Все, пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Редактор субтитров А.Семкин